Потому что мы не хотим потерять корешки, да? Вот, посмотрите, вокруг норки, можно прям черным обойти, вокруг норки, видите, вот тут вот? Видите, вокруг норки я обхожу черным, а чуть выше уже светлей, вокруг корешков можно обойти черным, вот так, смотрите, вокруг корешков я обхожу черным, ну или темным, да, какой у вас будет, а здесь светлей, потому что мы не хотим потерять корешки, да, ни в коем случае потерять корешки не хотим. Здесь светленьким, потому что у меня корешки, а ниже я плотненьким сделаю. И не забывайте подкладывать под руку листочек, да, потому что мы хотим, чтобы все-таки работа не испачкалась. Итак, а контур, смотрите, видите, темным. Strong pushing, I'm pushing very strong here. And close to the root very light. Давайте посмотрим, как у кого получается, покажите, пожалуйста, я просто хочу быть уверенной, что мы все правильно делаем. Лера, чуть-чуть вбок. Да, хорошо, да-да-да, продолжай, Лера, хорошо. У-у-у, Виктория, отлично, замечательно. Угу, очень плотный, хороший цвет. Оп, у кого-то камера выключилась. Да, Фатима, как у тебя идут дела? Аина, Фатима и Айлин. Да, мы продолжаем, просто хочу посмотреть, что мы, как бы, на... Окей, да, один и хорошо. Один, когда ближе к контуру, к краю, да, чуть-чуть темнее делай нажатие, когда тоже по краю идешь. Так, Фатима, не вижу, ты начала землю или нет? Окей, сейчас вижу, да, супер-супер. Можешь, если есть возможность, чуть-чуть сильнее нажать, чтобы ее видно было, да? Потому что это... или у тебя карандаш акварельный, или простой? Do you have watercolor pencil or just pencil? Color pencil. Water. Water color. Окей, try maybe a little bit stronger to push, to make sure that it will be more bright. Yes, more bright, because it's too soft, soft color. Little bit stronger. Угу. Давайте Айлин посмотрим. Айлин, получилось начать землю? О, хорошо, отлично, очень хорошо, да, такая плотная земля, супер. Угу, продолжай. Айлин, не забывай, что когда у тебя сейчас все хорошо, это я так на всякий случай, все когда близко к корню подходишь, да, к тоненькому, то посветлее делай, да, посветлее. Вокруг ямки я делаю плотно, плотный цвет. Если это будет немножко в разные стороны, ничего страшного в этом нет, все-таки это земля, да, там какие-то палочки. Если штрихи видно, ничего страшного, ну, главное, чтобы плотно, да, ложилось, цвет плотно ложился, потому что мы все равно это будем потом размывать. Вот так вот. Вот так вот. Я приближаюсь к тому, чтобы вверх уже перейти, вот к правой части, к верху. Ручка устала, вот здесь вот, мышца устала, есть такое? У кого-то не устала, если чувствуете здесь, вот так раскрашиваете, это значит, мышца хорошо тренируется, да, у кого не устала, значит, уже руки натренированы карандашам. Ну, очень хорошо потренируете ручку. Так, Фатима, как идут дела? Да, хорошо, супер, да, 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 продолжай, очень хорошо, продолжай плотненько так же. И серенький, хороший, плотный цвет, однородный очень. О, отлично, очень хорошо, Виктория, да, уже почти-почти дошла. Виктория, ты когда вот здесь закрашиваешь, да, обязательно немножечко по контуру вот так вот сделай, да, чтобы не было ощущения, что колючий, ну, такой колючий край, да, то есть по контуру вот этой ямки обязательно вот так кругленький контур, чтобы было ощущение, что это все-таки ямка, да. И с этой стороны я сделаю контур ровненький такой, но волнистый для ямки. Вот видите, так шик-шик. И, конечно, вот здесь серенький, у меня тут корни, поэтому я буду серый использовать. И под землей тоже, чуть-чуть под землей, вот тут вот, тоже я немножечко тень сделаю. Под, вот, который песочек, под песочком, да, под песочком тоже немножечко темное сделаю, под песочком, вот тут вот. Конечно, вокруг камушков я делаю контур, тоже вам рекомендую вокруг камушков сделать контур, чтобы их было видно, да, все камушки. Контур, который я чуть сильнее нажимаю. Если корень пропал, немножко подчеркните, вот у меня тут немножечко корень пропал, я его немножечко черным делаю, поярче. Ну, смотрите, какая у нас красивая, красивая земля получилась, да? Ух, как красиво! Ну, это еще не все, мы еще кое-что добавим. Если кто-то вдруг закончит, обязательно дайте мне знать, если кто-то... Да, да. Если кто-то вдруг закончит, обязательно дайте знать, чтобы мы посмотрели. Но не торопитесь, помните, качество важнее, да, скорости. У-у-у, отлично, да, отлично. Виктория, а вот тут вот белое, это что, это ты еще сверху сейчас продолжишь, да? Вот супер, да, продолжай, очень хорошо, очень хорошо. Ирина, я еще не закончила, не можете посмотреть, пожалуйста? Конечно, давай, очень хорошо, очень хорошо, отлично. Лерочка, прекрасно, да, продолжай, очень-очень хорошо, умничка. Если кто-то закончит, дайте знать, я покажу, что дальше будем делать. Дальше будет проверка на выносливость. Проверка на выносливость. Посмотрим, кто из нас самый выносливый. Я покажу, что это такое. Но это для тех, кто сделает. Кто сделает, дайте знать. Я покажу, что мы будем дальше делать. Я это уже начала. И в иллюстрации, ребята, это очень важно. Вот такие шикарные мелкие детали. Это очень важно. Но это испытание на выносливость. Поэтому не для каждого. Если кто-то скажет, о, это вот это долго, мне страшно такое делать, то вы сможете просто потом это размыть. Но для смелых это очень классная штука, потому что это очень красиво, да? И видно, что... Да-да-да, какой вопрос? Закончила. Окей, значит, смотри, что я делаю. О, молодец, да. Смотрите, что я делаю. У меня в руках маркер и черный карандаш. Черный карандаш тот, которым я раскрашивала. Я сейчас маркером. Если у вас... Вот для Виктории, Виктория, у тебя черный маркер подойдет для тебя, да? Для Валерии, Леры, у тебя лучше коричневый маркер, да? Ну, или когда черным, например, ты будешь делать снизу, сильно не давить, да? Так слегка. Мы сейчас делаем мелкие камушки. Вот посмотрите, видите? Просто так тук-тук-тук много-много, быстро-быстро накидываем кружочков. Это не нужно, чтобы были ровные красивые кружочки. Смысл в скорости, да? То есть мы их делаем много, и мы их делаем плотно друг к другу. Видите? По контуру мы делаем такие камушки фломастером. По контуру мы их делаем фломастером. По контуру. Потом ближе к центру, когда приближаемся, я делаю их просто черным карандашом, тоже плотно друг к другу, мелкие. Видите, как быстро? Я не стараюсь, чтобы они получились какими-то красивыми. Главное, чтобы они были хаотичными. Итак, я вам приведу пример. Два примера, что значит хаотичный, а что значит нет. И вы увидите. Да, и фломастер, Виктория. Тебе нужен фломастер, Виктория, у тебя, потому что плотный цвет, фломастер черный, да. Окей, вот это будет правильно. Посмотрите, когда я делаю камушки, какой-то камушек. Вот это правильные камушки, а вот это неправильные. В чём разница, ребят, между этими и этими, да, Виктория? Мы все вместе, не в них, а вторые в линиях. Точно, да. То есть, вот это, видите, в ряд выложены. Так в природе не бывает. Поэтому, когда вы будете делать камушки, пожалуйста, делайте это хаотично, мы называем, рандомно, да. Randomly. Don't do it like the building, как здание, да. Не делайте это как здание. То есть, мы выберём сверху и вот так вот, вот видите, я вот так вот так. Главное, что примерно одинакового размера, мелкие, мельче, чем ваши основные камушки. И я делаю такой контур. То там, то там вылезли, а где-то плотно друг к другу прилегают. Видите? Потом, чем ближе к нашей красивой норке, я меняю уже это на карандаш. Значит, Виктория, тебе, может быть, на карандаш не нужно будет переходить, у тебя очень плотный цвет, Виктория. Для Леры перейти на карандаш обязательно. И вот так вот я заполняю полностью пространство. Вы видите? Посмотрите теперь, как красиво. So may I use... Да, ты можешь использовать пенсил, просто он должен быть видимым. То есть, когда ты делаешь вот этот камушек, да, ну просто кружочек, 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 его должно быть видно на земле. Ребят, посмотрите, как красиво. Вы видите разницу между вот этой землей? Посмотрите, видите, вот этой и вот этой. Видите разницу? Потому что мы прорисовали детали. В иллюстрации это очень важно. In illustration, detail is so critical. And it's amazing from the quality and how it looks. А не пахнет? Чем-то плохо. Да нет, вот такая вот кружка. Ну, хуже, а не чем-то плохо. Хорошо. Это для смелых, ребят. Почему? Потому что, если мы это делаем, то нам нужно это сделать по всей земле. Ну, посмотрите, как я это быстро делаю. Вы видите, да? Я не стараюсь делать красивый кружочек. Главное, чтобы он был кружочек. Ну, или на вал похож, да? Вот, и это главное. И главное, чтобы они плюс-минус одинакового были размера. Примерно, да? Похожего. Ну, чуть-чуть какой-то чуть-чуть больше, какой-то меньше. Ирина, а если ты просто попробуешь, а тебе не понравится? Тогда ты делай это в уголочке. Ты начни в уголочке, как я начала. Посмотри. Если тебе не понравится, ты оставишь, как маленький элемент рисунка, что там какие-то камушки. Да. Но ты можешь посмотреть, как это выглядит у меня. И примерно тоже понимать, понравится тебе это или нет. Вот. Но это, конечно, очень... Я имею в виду, например, ты думаешь, что это ты сможешь, то начинаешь, и ты... Да, я поняла. Отлично. Тогда начни с уголочка, да? Чтобы как будто бы... Это ты делаешь маленький элемент. То есть как будто камушки в уголке только, да? Как будто у тебя не только в уголке. Я не знаю, я это смогу сделать или нет. Давай, попробуем. Да, начинай с уголка тогда. Начинай с уголка. Ну и камушки на корни не попадают, да? Камушки на корни не попадают. Значит, я беру фломастер. Right now I'm using marker because I draw the contour. Yes, the contour right now. Contour here. So I use the marker for the contour. Marker. You can see. Это для смелых, потому что это очень красиво, ребят. На конкурсах очень ценится, как такая детальная проработка. Но это много работы, да? Много работы, поэтому это и ценится. Ну, если это делать быстренько, вот как я делаю. Тынь-тынь-тынь. Ирина, я закончила. Давай посмотрим, Лерочка. Да, супер. Камушки, переходи к камушкам. Я говорю, у тебя очень будет красиво, потому что, видишь, земля, она, ну, однородная, да? А ведь в природе земля из камушков состоит. Поэтому вот это будет очень красиво. Я закончила с маркером. Я сделала контур. Здесь, здесь, здесь из камушков, да? Посмотрите. И сейчас я буду делать уже карандашом. То же самое. То же самое карандашом. Вот, смотрите. Я надавливаю посильнее, для того, чтобы я поточила немножко его. Надавливаю посильнее. Посмотрите, видите, какие камушки? Ну, как? Видите, как красиво? Потому что мы нарисовали каждый камушек. По сути, вы нарисовали миллион камней. Я не знаю, сколько у меня сейчас камней. Но это очень красиво, когда камней много. Видите, я сейчас заполняю камушками остальное пространство. В этом весь вся красота, да? Я начала камушки сделать. Да, выше, выше, ближе ко мне, выше и ближе. Ближе, 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 ближе. Да, видишь, как красиво? Посмотри, как красиво. Очень красиво. И продолжай. Ну, то есть, очень красиво. Потом, представь, что у тебя все из камушков будет, да? То есть, у тебя вся земля вот такими камушками. И это смотрится совершенно по-иному, да? С точки зрения художественной. У меня там есть по три маркера. Я попробовала взять самые тонкие. Да, молодец, да. И смотри, ты делаешь контур маркером. А потом, чем выше ты поднимаешься, тем уже ты его маркер меняешь на карандаш темный. Хорошо? Хорошо? Угу. Только этот, то он как бы плохо работает. Возьми какой-то другой маркер. Просто постарайся потоньше давить. Мне нравится, даже если ты все маркером продолжишь красиво. Мне очень нравится, очень хорошо смотрится, сочетается прекрасно. То есть, мне очень нравится. Представь, если у тебя вся земля будет в таких камушках, ну, это будет шикарно, шикарно просто. Эту идею я взяла у одного иллюстратора. Очень видела книжку красивую, заиллюстрированную. Вот у него так была вся земля на всех картинах. Она была камушками вот так сделана. Очень красиво. И невероятно, ну, смотришь и такой, вау! А почему так красиво? Человеческий глаз любит рассматривать много линий, да? Когда много линий, ему нравится это рассматривать. Викуль, покажешь, как ты начала у тебя получается? Так, выше, 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 ближе ко мне, ближе, 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 ближе. Да, Викуль, смотри, Викуль, мы делаем кружочек, не заполненный, а вот такой, видишь? То есть, не заполняй его. Окей, Викуль, ты продолжай, то есть, продолжай, только дальше продолжай вот таким кружочком, окей? Если не заполни, просто очень трудно их видеть. А, всё, я вижу, всё, я вижу, да-да-да, просто я справа смотрела, у тебя справа, они такие тёмные, как будто внутри заполненные. Да-да-да, супер, да, продолжай, умничка, сейчас я вижу, да, их сложно видеть, потому что далеко, но когда ты смотришь на работу, понимаешь, ооо, вот это камушки, вот это красиво. Ты сейчас мне показала поближе, хорошо, полыми, так же полыми. Как идут дела у Айлины, Андины и Фатимы? Ирина, а можно я продолжу просто фломастером? Конечно, можно, можно, да, можно, без проблем, конечно, можно фломастером. Давайте посмотрим у девочек, как. О, хорошо, как у Айлин, супер, да-да-да-да, я только не вижу камушки, покажешь, я не успела посмотреть, или ты пока ещё не начинала? А, Ирина, я решила чуть-чуть догнать, потому что я ещё норку не сделала, я могу камушки чуть-чуть попозже сделать? Конечно, да-да-да, конечно, вообще без проблем, да-да-да, ну то есть ты идею, в принципе, поняла, да, как мы камушки делаем, а потом накидаешь, тут ничего сложного, главное терпение, да, доделать их. Да, я смотрю, Айлин в салоне в каком-то, там, наверное, все смотрят и думают, ой, что ж там такое красиво Айлин рисует. Я закончила с камушкой. Давай посмотрим. Так, сейчас, секундочку. Зайка, попроси папу, он тебе и сварит, ладно, у меня урок закончится. Я только что папу попросила. Да? Я только что папа попросила. Хорошо, ты подождёшь, подошлёшь меня, Зайка? Нет, я сейчас хочу. Это я не могу терпеть. Сейчас, бабушка, привет, сварит, ладно? Так, секундочку. Иди ко мне, Зайка, идём посмотрим. Смотри, Викуль, я как сделала, смотри. Да, Викуль, посмотри, между корнями, камушков не вижу, между корнями, видишь? И вот тут снизу. Викуль, давай тебе шоколадного молока пока налью. А мы скоро уже закончим, через полчатик, ладно? Ну, подожди меня. Ну, пожалуйста, ну подождёшь меня? Ну, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Ну, пожалуйста, я тебя очень попрошу. Подождёшь меня? Хорошо? Спасибо, ласточка. Викуль, я вижу у тебя камушки, но я не вижу их вот здесь, вот, вот здесь. То есть они должны быть везде, везде, везде. Вот. Везде, везде, нигде пропуска не должно быть, нигде. Только тоненько, Викуль, не торопись. Я знаю, ты как начинаешь торопиться, сразу скорость твой враг. Окей, не торопись, делай примерно одинакового размера, да? И чтобы они не толстые. Ну, линия, когда ты делаешь, чтобы не была сильно толстой. Это просто большой марки. Да, да, старайся чуть-чуть касаться так, чтобы не сильно толстая линия получалась. Ирина, мне кажется, что это моя любимая, моя любимая картина из всех, потому что мне нравится много деталей. Да, да, иначе это иллюстрация, это твой стиль. Может, вырастешь, иллюстратором станешь. Потому что иллюстрация предполагает много деталей как раз. Некоторые художники очень любят, а некоторые нет. Некоторые не любят много деталей, любят шух-шух, два раза кистью вас махнул, и всё. У меня ещё одна учительница, к которой я раньше ходила, она говорит, что мне лучше стать иллюстратором. Ну вот, смотри, видишь как, прям попали. Итак, ребят, нужно сделать везде камушки. Я сейчас фломастером делаю где-то ещё, ну, такие более яркие камушки. Один, как у тебя получается, перешла к камушкам или ещё пока нет? Покажешь как, чтобы мы, ну, примерно понимать, как у нас идут дела? Ближе, ближе. Эй, не успела, не успела. Ближе, ближе, ближе. Да, 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 отлично, супер, супер. Где-то камушки могут друг на друга заходить, ребята, это окей. Да, вот я сейчас, где-то у меня промежутки пустые есть, где камушек я не добавила, я добавляю. Вот сейчас добавляю, видите? Ну, а потом мы посмотрим заполнение камушками у всех. Так, ну, я, можно сказать, всё. Я всех подожду, конечно, не переживайте. У меня где-то остались белые промежутки. Я их немножечко затонирую. И вот здесь у меня ещё белый промежуток остался. Ну, смотрите, какие. Посмотрите, теперь видно, какая земля, да? Какая интересная. Теперь как интересно её рассматривать. Видите, да? В этом и есть смысл. То есть теперь это интересно рассматривать. Когда ваш зритель подойдёт и смотрит, сколько же она камушков сделала, сколько же, как долго она это всё делала. Поставьте сосиски, пожалуйста. Лики, сосиски поставьте, Валюция, хорошо? Сосиски, Лики. Да, да, да. Окей. Я на этом остановлюсь и подожду всех. У нас осталось не так много. У нас остались камушки и внутри мышка, да? Потима, не забывай листочек под руку подкладывать. А то, когда ты рисуешь, получается, ты растираешь, да? То есть работа становится... Да, да, да. Работа, она затирается, а у тебя очень красиво. Окей? Или поворачивай, да, или, может, что-то подкладывай, чтобы не затирать работу. А, вижу, вижу, всё, я тебе думала, он закончится. Супер, отлично. Так, как, Виктория, получилось все камушки заполнить? Нет. Ещё нет? Вот, отлично. Да, ещё там чуть-чуть. Вот, Сус, отвидишь, как красиво, да? То есть вся земля будет в камушках. Мы ничего не пропускаем. Где-то посветлее, где-то потеменее, это видно, да? Но камушки, они везде. Если кто-то дан, обязательно покажите мне. Спасибо. Значит, я сейчас покажу, как я буду остальные камни делать, которые большие. Они могут быть любого цвета, да, то есть любое, какое вы хотите. Но я их сделаю просто там коричневыми, какими-то такими серенькими. Мы берём просто карандаш и сильно нажимаем там, где тень и где контур. И слабо нажимаем там, где нет, где свет. Вот так. Кто закончил, покажите. О, вот тут ещё, вот тут, вот тут треугольник. Вот тут, смотри, вот тут, Виколь, треугольник без камушков, видишь? Да. Я раскрашиваю камушки, вы можете посмотреть. Я просто использую сильное нажатие, где тень, и слабое нажатие, где свет. И всё. Вот я делаю коричневый камушек, голубой камушек, какой давайте зелёный сделаю. Желательно выбирать тёмные цвета, тёмные для камушков. Давай посмотрим, ближе, 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 хочу посмотреть, ближе. Отлично. Ну, миллион камней, прям миллион камней, отлично. Ты можешь переходить вот к этим камушкам. Используй только тёмные оттенки, тёмно-коричневый, там, тёмно-зелёный, да? Ещё раз, я сильно давлю по контуру, посмотри, по контуру сильно давлю, по серединке не сильно. Видишь, тогда получается объёмный такой, объёмный камушек. И выбирай тёмные, тусклые цвета, не светлые. Это важно, потому что всё-таки там земля, да? Поэтому мы выбираем тёмные цвета. Тёмно-фиолетовый там, например. Тёмно-зелёный. Я устала. Устала? Значит, остановись и продолжи с камнями. О, шикарно! Ты видишь, как красиво, шикарно, очень хорошо. Остановись, продолжи с камнями, потому что как делать маленькие камушки, ты правильную идею поняла. И ты сможешь это сделать потом. Немножко отдохни от этого, давай большие камни делать, окей? Мы их делаем разными-разными цветами, желательно тёмными. Контур мы делаем тёмным. Внутри, это значит, сильно нажимаем, тёмным сильно нажимаем. Внутри слабо нажимаем. Так, вот тут я ещё сделаю. О, у меня тут ещё фиолетовый есть. Разных, видите, я разных цветов делаю. Но я сильно нажимаю, слабо, сильно, слабо. Сильно контур. Вон там, вот я один камушек. Ближе, ближе, смотри, сейчас покажу. Когда ты делаешь камушек, давай покажу. Ты сильно нажимаешь вот так только контур, да, видишь? То есть у тебя вот так камушек выглядит. А надо вот так, смотри. Видишь разницу между этим и этим? То есть больше тень смыкай, окей? То есть вот так вот. Не так, а вот так. Да, Виктория. Как у... О, у нас Айлин пропала. Как дела у Фатимы? У Фатимы. Отлично. Очень хорошо, да. Вот у тебя такой хороший, плотный, тёмненький цвет. Вот так. И вот я бы оставила. То есть вот здесь тёмная норка. Всё бы оставила. Когда камушки будешь делать, таким же вот этим, как контур цветом, ну просто будет огонь. Очень хорошо. Да, Фатима, очень хорошо, да. Да, 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 да. Лер, Лер, ещё вот смотри, у тебя сейчас вот так вот выглядит. Вот здесь добавь хотя бы с одной стороны вот так тень. Вот так, с одной стороны. Я так и сделала. Ну, ну, у тебя вот здесь посильнее добавь. Вот тут вот сбоку. Вот так вот. Вот, вот, теперь хорошо. Да, да, да. Теперь это то, что нужно. Итак, все камни просто разных цветов мы их делаем. Так, Айлин вернулась. Значит, и так, ребят, давайте все вместе перейдём к камушкам, потому что уже подустали, да. Ну, я имею в виду к большим камушкам, потому что тяжело рисовать, конечно же, вот эти мелкие штучки. Вы сможете их и потом продолжать. Все-все вместе давайте перейдём к большим камням. У меня тут изумруд даже есть. И изумруд вот тут есть даже. Так. У изумруда я делаю камень изумрудный голубым, а контур тёмно-тёмно-синий, острый контур. Ирина, я отключилась, и мы делаем двумя цветами, или вы просто одну часть камня не закрасьте? Нет, нет, делаем одним цветом, я просто сильнее давлю, а на другую слабо давлю, и получается одним цветом. Просто сильнее, когда давлю тень, а слабо же давлю цвет. М-м-м-м. М-м-м. 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 М-м. 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 Ирина. Да. О, отлично, очень хорошо, супер, да, очень красивые камни, продолжай. А у меня там вот этот вот камошек, он видит сердечко, и он красный. Да, вижу, вижу, прям аж светится, очень-очень хорошо, отлично, да, прям в том же духе, продолжай так же, остальные доделай. Я тоже вот сейчас сделала, ну, контур еще, конечно, уже у камушков. Вот у меня и камушки, смотрите, красивые, да. Ну, нам останется только желуди сделать. А, Ирина, у меня здесь вот норки не закрашены. Ничего закрасим, не переживай, у тебя просто больше, у тебя не одна норка, а, ну, несколько, поэтому, но ты сможешь сама продолжить. У меня четыре норки. Ай, какие красивые камушки. Виктория, Викуль, возьми прям, может, синий цвет или темно-синий, и контур, или черный, да, вот этот черный, который мы обводили, карандаш, контур, чтобы было видно вот эти камушки. Контуру камушков, хорошо? Чтобы они не пропадали. Ну, молодцы, мы на финишной прямой, ребят, на финишной прямой. Фатима, как у тебя идут дела? И Одина. Ближе, 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 ближе. Фатима, ближе, ближе, еще ближе. Окей, да, супер, супер. Фатима, переходи с нами вот к большим камням, да, вот так вот, видишь, у тебя много больших камушков, раскрашивай большие камушки, потому что внутри ты уже сделала, да, 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 вот эти. Они у тебя останутся серыми или они у тебя будут цветными? Напечатай, если плохой интернет, напечатай. Фатима, ты можешь напечатать, так, смотри. Я думаю, серые. А, окей, ты хочешь серенькие оставить? Окей, тогда переходи к камушкам вот этим, к мелким. Вот это вот, чик-чик-чик-чик-чик, окей? Отлично. Кто все, покажите. Давай посмотрим. Ай, хорошо, очень хорошо, замечательно. Очень хорошо, Лера, Виктория, Викуль, тебе нужно контур вот этой норки сделать. Он пропал немножко, контур тоже фломастером или лучше карандашом черным, ладно? Потому что пропал контур. Итак, ребят, нам еще с вами нужно будет сделать все, что внутри норки. Мы сейчас с вами берем... Давайте вместе мышку сделаем, да, мышку вместе сделаем, а потом уже будем делать норку. Итак, мышка у нас будет серенькая, да, серенькая. Это значит, что я беру черный карандаш и вот так вот, тук-тук-тук-тук, там где тень, вот посмотрите, где тень, черным цветом я делаю шерсть. Посмотрите, как я это делаю. Шерстинками, маленькими-маленькими, микро-шерстинки, вот так вот. Там где тень, обратите внимание. Ангина, она у меня в одежде. О, тогда ты просто раскрашиваешь одежду, да, тогда ты просто раскрашиваешь одежду точно так же, смотри, видишь, где тень? Да, у тебя... Но вон там вот это она в футболочке. Окей, если она у тебя в футболочке, то ты раскрашиваешь футболочку тогда, окей? Но только в два тона, как у меня, посмотри. Темный тон, например, если футболка красная, темно-красный, там где тень. А светло-красный, где свет? Окей? Да. Посмотрите, я сейчас делаю контур мышки, все делаю черным. Глазик, носик. Конечно же, контур обязательно, контур головы, то есть мы обводим это, мы потом это можем и фломастером сделать, но можно и карандашиком, да? И я делаю шерстинки. Посмотрите, то есть мышку давайте сделаем вместе. Вот я сделала шерстинки. А теперь я беру коричневый. Коричневый. Вот коричневый. И делаю... Еще шерстинки добавляю. Как коричнево-черненькая мышка. Животных мы рисовали, шерсть мы рисовали. Я надеюсь, вы помните, как мы делаем шерстинки, да? Заднее ухо темное, в тени. И коричневый. Вы можете видеть, я не все делаю коричневым. Почему? Потому что здесь у нас будет свет, вот здесь вот, да? Свет. Помните, у нас горит очаг, это значит, что свет падает. Пожалуйста, соблюдайте свет и тень. Пожалуйста, соблюдайте. Хвостик будет с одной стороны черным, с одной стороны черным. А с другой стороны он будет прям желто-оранжевым, потому что свет на него, ребят, попадает. Это очень важно. А что мне с ковриком делать? Она на коврике сидит. Тоже раскрашивай там, где свет, вот, например, он у тебя желтый будет, да, яркий там, или оранжевый. А там, где тень фиолетовый. То есть, смотри, у тебя коврик какого цвета будет? Я хочу его сделать коричневым. Ну, все, тогда ты его так коричневым раскрашиваешь, так, однотонно. Потом со стороны света желтым, а со стороны тени фиолетовым сверху. Угу. Хорошо. Итак, я сейчас добавляю оранжевый. Оранжевый. Оранжевый это куда попадает свет у нее? Он попадает у нее на лапки, видите? Сюда на лапки. На мордочку, на ушки. Вот где свет попадает, я это все делаю оранжевым. Прямо так вот тонирую. Мама, это колбаса. Хорошо. Только не отвлекай, девчонок, ладно? Смотри, ему надо сегодня закончить. Вот я накладываю шерстинки. И мы сейчас посмотрим, как у кого получилось. Вот. 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 И я продолжаю накладывать шерстинки для того, чтобы она была пушистой. Помните, мы рисовали животных? Мы накладываем, накладываем, накладываем шерстинки и накладываем. Пока она не станет пушистой. Ну, основные, как носик, конечно, я делаю темненьким. Усики, да, я сделаю усики обязательно. Как же без усиков. Ну, вот как-то так. Ой, хвостик забыла. Вот тоже я в хвостик желтенький добавила, видите? Потому что от очага свет падает, да? От очага падает свет. Вот у нас такая серенькая мышка получилась с коричневым. Сейчас сделаю подальше. Ой, какая мышка, Айлин, хорошая. Да, 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 отлично. Серенькая, прекрасная мышка. Ты можешь сделать вот здесь немножко такие, как острые, знаешь, острые, ну, раз-два, два пальчика буквально острых, знаешь, чтобы придать, что она что-то держит, да, так остренько. Немножко выделить, да? Вот наша мышка. Смотрите, мы мышку сделали, да, теперь наша задача просто раскрасить все, что есть. Итак, у нас есть котелок, у меня здесь есть там желуди и так далее. Мы это раскрашиваем в два цвета и потом контур обводим фломастером. Ну, например, желуди, они коричневые, да, вот я беру коричневый с оранжевым. И я делаю желудь с одной стороны коричневый, а с другой стороны оранжевый, коричневый, оранжевый. Все, то есть мы сейчас просто заканчиваем работу, выполняя просто белое пространство, заполняя. Да, 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 Лер, сильнее тень, сильнее лежачую тень, не бойся, вот так сильнее от нее, вот так вот. Лежачую тень. Итак, вот я делаю желудь. С одной стороны он у меня коричневый, а с другой стороны он оранжевый, да. Крышечка, по-моему, у желудей зелененькая, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Ирина. Да. Смотри, смотри, давай вместе. Итак, у тебя сидит мышка на коврике попкой, вот так, да? Вот, смотри, сидит мышка. Ты раскрашиваешь горизонтально, вот так. Окей? Не так? Потому что на тень будет не похоже, а горизонтально. Окей? Вот сделай горизонтально, и сразу будет на тень, ну, как, будет ощущение тени. Итак, с одной стороны коричневый, с другой оранжевый, и остальное я просто фломастером делаю контур. Виктория. Виктория. А, все, вижу. Я беру-ка. Видите, коричневый? Да. Да-да-да-да-да-да, вот так. Ага. Ирина, а если... Вы можете, пожалуйста, на орешки чуть-чуть приблизиться, потому что там очень хорошо видно. Итак, посмотрите орешек, да, когда мы делаем орешек, я с одной стороны делаю коричневый, с другой стороны желтый, верхушечка зеленая, и опять детальки я прорисовываю фломастером, да. Посмотрите, детальки прорисованы фломастером. Ну, контур. Не закончилось. Давай посмотрим. Ирина, а у меня нету желудей. О, тогда другой любой, то есть если грибочек, грибочек тоже в два цвета. Сейчас, Викуль. Да, Викуль, да, hold on, ближе. Так. Значит, Викуль, тебе нужно сделать контур. Сейчас, Лерочка, секундочку, сейчас, Лер. Викуля, тебе нужно сделать контур мышки фломастером, каждой мышки. Да, я вижу, видишь, у тебя мышка? Тебе нужно фломастером, посмотри, вот так вот, раз-раз делать контур, чтобы ее было видно, да. Контур лапки, особенно где со стороны тени, да. Со стороны света тоненький-тоненький контур. Но контур всего надо сделать, чтобы она выделилась, окей? Давай смотрим, Лерочка. У меня вот здесь вот это фейерверки. Окей. Давай сначала основную норку раскрасим, а фейерверки ты можешь, ну и потом раскрасить, да. То есть нам нужно сейчас раскрасить самое основное. Во, ой, шикарный желудь, да, да, Алина, класс, супер. Желудь вообще отпадный, да, получился. Точно так же мы продолжаем со всеми желудями, да. То есть смотри, с одной стороны коричневый, коричневый, ой. Лерочка, переходи к все, что у тебя осталось еще, да, котелок там. Например, смотри, вот котелок, я сейчас сделаю там его, ну, синий-фиолетовым, например, да. Смотри, с одной стороны я делаю его синим. Вот где контур, да, сверху, потому что снизу огонь светит. Вот котелок, смотри, я делаю синим. А снизу я делаю его оранжевым, потому что опять же светит, что у нас светит? У нас светит огонь туда, да. Я немножечко добавляю оранжевый, он такой. Вот котелок получился. Ручки, Виктория, ручки, контур ручки не вижу для рук, контур рук. Улыбку не вижу, улыбку. Окей, руки вижу, улыбочка. Да, улыбочка обязательно. Так, вот это будет, скорее всего, из палочек, да, вот это вот, скорее всего, будет из палочек. Точно так же, с одной стороны тень, я черным подчеркиваю, тень. А с другой стороны, оранжевый яркий свет. Почему оранжевый? Потому что же огонь светит. Видите, какие две палочки у меня получаются? Точно так же с верхней палочкой. Сверху тень. Коричневая. А снизу оранжевый, теплый свет. Нет, почему свет? Потому что светит у нас огонь. Да, отлично, очень хорошо. Теперь подальше, Виктория, Виктория, подальше, чуть-чуть подальше. Еще дальше, еще дальше. Да, отлично. Викуль, у тебя вот, у норки есть контур. Видишь, он у меня тоже есть. Видишь, тоже есть. Но я сделала узор, видишь, полосочками, коричневым фломастером. Обязательно тоже обведи контур и фломастером сделай узор. Только не черным, а там коричневым, да, или, например, каким-нибудь оранжевым, таким ярким цветом. Итак, вот я сделала, посмотрите, тень и свет, да. То есть я сделала палочки. Ну и, конечно, нам нужно какой-то суп. Суп, наверное, из трав каких-то будет, да. Я туда сейчас зеленый там накидаю. Какие-то просто каляки-маляки. Желтый туда накидаю. Пусть будет красный в супе тоже. Кашевары. Слушайте, даже кушать захотелось. Да, вот этот контур, посмотри, Виктория, вот этот контур, видишь? У тебя внешний контур есть, а внутренний, видишь, внутреннего нету. Видишь, вот этот. Обязательно добавь ровненько только. Супер, Лерочка. Лер, хорошо, переходи к огню тоже, да, закрашивай. Огонь снизу ярко-ярко-красный, ярко-красный. Вот у меня в два ряда огонь. Видишь, такой чик-чик-чик-чик. Потом ярко-ярко-оранжевый. Контур тоже ярко-красный. Контур огня ярко-ярко-красный. Прям сильно-сильно давим. А внутри супер-желтый. Прям желтый берем и желтый внутри заполняем. Вот, вот, теперь другое дело, Виктория. Да, отлично. Вот, видите, вот так вот выглядит огонь. И, конечно, огонь на дровишках, да, то есть дрова коричневый с черным. Тоже дрова коричневый с черным. У меня еще здесь красный, я заполняю красным. Она плетет красный, красивый у нас, не знаю, шарфик, да, будет? Шарфик, пусть будет шарфик. Так, Фатима, как у тебя идут дела? У-у-у, супер! Ой, а это у нас Лера, у нас камеры поменялись. Это камеру выключил. Да, Лера, вижу. Да, да, Лер, продолжай. Теперь, Фатима, подними. Подними, 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 подними. Виктория, камеру не выключай. Отлично, да, вижу. Мне очень нравится вот тут вот у тебя стенка такая красивая с корнями. Очень хорошо, да, 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 очень хорошо. Продолжай. Фатима, ты будешь камушки маленькие делать? Прям вот хочется у Фатимы, прям хочется. Только не сильно нажать, а такие тоненькие. Так, Фатима очень хорошо. А, Ирина? Виктория, хорошо. Да, да, да. А можно я доделаю маленькие камушки? Давай так, камушки ты можешь потом доделать, доделай внутри, окей? Потому что камушки ты сможешь доделать самостоятельно. Чуть-чуть дальше, Виктория, я хочу в целом посмотреть. Очень хорошо. И, Виктория, вот тут вот не вижу, что там, вот тут вот, Виктория. Вижу, да, здесь вижу. Окей, хорошо. Отлично, Виктория, оставляй. Очень хорошо. Виктория, я знаю, что ты закончила чуть раньше остальных. Тебе нужно остальных будет подождать. Хорошо, Викуль? Потому что мы будем делать общее фото. Я сейчас раскрашиваю быстренько грибочки. Да, Фатиме я бы очень рекомендовала сделать камушки. Но если ты не хочешь, как бы, it's okay, это optional. Да, то есть, у каждого свой дизайн. Я сейчас делаю грибочки. А у меня там висят не грибочки, а одежда. Окей, пусть висит одежда. Точно так же с объёмным делаешь, да? То есть, свет, тень, свет, тень. Вот там вот я делала шапочку. Да, очень хорошо, очень хорошо. Продолжай в том же духе с остальными. Очень хорошо. Фатима, у тебя, как ты считаешь, готово? У тебя всё готово или ты хочешь камушки сделать? Напечатай или скажи мне, а то вижу, что интернет медленный у тебя. Да, я камушки делаю. Окей, супер, да, супер, делай. Потом покажешь, очень будет красиво с камушками. Я сейчас делаю грибочки. И обратите внимание, я раскрасила грибочки, а теперь я контур делаю, потому что без контура никак. Ребят, без контура никак. Вот грибочки, смотрите. Грибочки, грибочки, грибочки. Грибочки, грибочки. Желуди я не закончила. Мы с Айлиной поговорили. Да. Отлично, да. Контур не забывай. Контур фломастером. Очень хорошо. Контур фломастером. Точно так же контур у котелка. Контур тоже не забывай. В иллюстрации контур обязательно надо. Полежки. Узор даже на полежках рисую, ребят. Смотрите, вот тут. То есть в этом весь сыр-бор, да, вот в этих деталечках. Вот в этих деталечках красивых смысл есть. Так. Сейчас я... Раскрашу здесь желуди. Те желуди, которые подальше, я тень сделаю черненькой. Но самое главное, контур, да, помним. Вот я фломастером доделываю контур. Сразу желуди красивыми становятся. Вот у меня желуди здесь появились. Ирина, я была. Вот, теперь хорошо видно, да, 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 отлично, отлично. И у меня осталась синяя спица. Это то, что мышка держит. Если есть какие-то промежутки белые, то их надо заполнить. О, красиво как. Ага, да, прекрасные желуди, супер, Айлин, да. Продолжай, то есть тебе нужно сделать норку, смотри, Айлин. Мы делаем темно-коричневый, видишь, по кругу, а где, где вот огонь, да, мы делаем прям желтый-желтый, сильно нажимаем, чтобы он был яркий, ощущение огня было. То же самое Лерочка. Лер, тебе нужно сделать там, где коврик, вот здесь вот желтый, куда приходит свет. Надо прям нажать посильнее, да, чтобы ярче был свет. Вот тут я сейчас тоже добавлю, у меня тоже блекло. Я сейчас добавлю, вот тут, видишь, вокруг огня. Я сейчас нажимаю посильнее, посильнее. И сразу, посмотри, гораздо ярче, да, видишь, становится. Еще как будто сильнее светится. На корень чуть-чуть света добавлю. Куда еще свет попадет? Сюда на желуде у нас попадет, сюда попадет свет. Еще посильнее нажму, да. Вот тут на мячик попадет свет. То есть мы оранжевый-желтый добавляем везде, где попадает свет. А где света нету, нету, мы делаем фиолетовый. Вот у меня, где света нет в тени, я потом уже по-коричневому накладываю фиолетовый. Айлин, это вот для тебя, да, когда будешь делать, чтобы примерно было представление, как. Вот я накладываю фиолетовый там, где нету света. То есть где тень у нас образовалась. Вот тут у нас за желудьми тень образовалась. Для норки. Вот тут, да, тень. Чуть-чуть только свет туда падает. Вот тут у нас тень. Уже на финишной прямой с вами. Сейчас будем фотографироваться. И не забудьте контур, да. То есть если где-то контур пропустили. Вот примерно так. Я сейчас делаю подальше. И вы можете мне показать ваши работы, чтобы я вам подсказала, где улучшить. Да, где улучшить. То есть вот примерно так выглядит наша иллюстрация. Значит, давай смотрим Лера. Ближе, Лерочка, ближе. Лер, ближе, 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 ближе. Да, значит, Лер, смотри, когда ты огонь рисовала и тень, да, посмотри, огонь у тебя чуть-чуть захватывает, как будто он должен прям, вот это желтое пятно, прям до самой мышки. Вот это все пространство желтое, да. И на мышки, посмотри, видишь, я положила, Лер, здесь желто-оранжевый, здесь на мордочке, там, где свет падает, да, посмотри, видишь, на мышку желто-оранжевый цвет падает, как будто бы от огонька. То тебе это тоже нужно будет добавить. Окей, давай посмотрим, Адина, как у тебя идут дела. То есть мы сейчас у всех смотрим, как идут дела у всех и будем фотографироваться. Адин, покажешь? У нас просто чуть-чуть времени осталось, хочу посмотреть, что все окей. Ой, как красиво, отлично, сейчас, секунду, смотрю, да, здесь хорошо. Один, нужно будет потом обязательно для мышки контур, да, добавить, то есть вот контур, где у нее, ну, спинка, да, то есть выделить контур, чтобы она выделилась. Вот, да, 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 отлично, да, только смотри, у тебя на коврик попал, он должен до самого огня идти, свет, Лер, до самого огня, прям досюда. А то у тебя, ну, как, у тебя огонь вот отсюда начинается, а до огня не доходит, он же до огня должен идти, до самого, да, свет желтый. Окей, ребят, давайте мы сейчас посмотрим, как у кого получилось, даже если вы не закончили, не переживайте. Да, окей, да, 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 вот так, супер, теперь сейчас хорошо, отлично. Лер, я тебе рекомендовала бы вот эту тень делала, весь коврик сделать, ну, вот сзади, весь таким сделать ровненько, таким фиолетовым. Окей, я сейчас на этом остановлюсь, то есть вот у нас получилась такая работа. Продолжение следует...